Нормально выполнять свою работу. Управляющие компании или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурные по городу. Здравствуйте. Улица Дыбенко, 122. Ниже нормы. Жители жалуются на слишком слабый напор холодной воды. Нет холодной воды уже три недели. То есть вот такой вот напор при условии того, что соседи, практически кто на работе, кто в школе, это самый большой напор считается. То есть нам с утра проснулись, не умыться, не почистить зубы. Ребенку не руки помыть. То есть кипятком получается то, что ребенок руки обжигает. Для того, чтобы помыться, потому что у нас и на кухне, и в ванной такая проблема, набираем тазики, остужаем, выносим на лоджию и потом приносим. То есть мы с этими тазиками, ведрами возимся, туда-сюда их носим. У нас вода шла очень плохо всегда. Нас при царе заставили менять трубы. Трубы, это у вас трубы. Мы поменяли трубы. Видите, пластиковые стоят, да? Холонные, горячие поменяли. То же самое поменяли ванны, стояки там поменяли, все. Но вода идет, как шла, вот таким образом. Приходил к нам слесарь в четверг на той неделе. Пришел, посмотрел. На следующий день. То есть у нас напор был более или менее какой-то воды. Мы могли хотя бы набрать баклажки. Потом напора на следующий день у нас вообще не стало. То есть мы не унитаз смыть, опять же не помыться, ничего. Они приходили на ту неделю, в четверг и в пятницу. Оба два дня выключали воду. Что-то там, я не знаю, в подвале. Они мне сказали, что в подвале проблемы, что будет вода. Два дня они нас без воды подержали периодически. Ну вот, видите, результат их и работает. Улица Дзержинского, 13-я. Кровле многоэтажки требуется срочный ремонт. Вот, протекает крыша. Из-за этого у нас постоянно коротают лампочки. Как бы замыкает, не работает лифт. На девятом этаже невозможно как подниматься пешком. Потому что у нас еще здесь живут двое инвалидов. Один, с которым здесь способны первой группы. Квитанции постоянно мы оплачиваем. То есть никаких долгов, ничего у нас не имеется. Вот, обращались 13 марта с заявлением о том, чтобы нам сделали крышу. Потому что невозможно и в квартирах, и в коридоре, и на кухне у нас и грибок. И мы здесь делать ремонт не можем. У нас все прогрели полы. Как бы, можете увидеть, вот у нас стены все в грибке. Вот. Нам сказали, что из-за погодных условий, как бы, мы не можем вам сделать крышу. 24 марта у нас произошел пожар в соседней квартире. Вызвали пожарных. И они, как бы, установили из-за того, что из-за протечки крыши. Вот. Дальше. Как бы, мы к ним обратились еще раз. Вот. И они нам сказали, что в данный момент мы делать ничего не будем. Потому что из-за погодных условий, как бы, не можем сделать крышу. Но эти погодные условия, как бы, у нас прыгают. То есть, постоянный дождь и снег. И когда нам ждать, как бы, Африки, никто не знает. В этом году у меня сын сам с ними залез, когда мы их вытребовали, чтобы они нам почистились, нет. Между двумя домохо... ой, двумя вентиляционными шахтами он им доносом говорит, вот у вас лопина, в нее течет. Мы поменяем. Заявка была отправлена в великолепном виде, рассмотрение 3 дня. Вот. 13-го отправляем заявку, 16-го приходит от них человек. Завтра будем заливать щели. Завтра прошло уже почти месяц этих завтра. Двое соседей, как бы, писали заявление, нас просто проигнорировали, как бы, в том году. Да, они знали, что это будет, как бы, проигнорировали нас в том году, как бы, писали заявление, и мы только к нам ничего не сделаем. Когда течет, полностью перекрываем всем, как бы, чем можно, коридор, когда два, когда иногда даже три шва начнет течь. Стена наполовину влажная, влага до сих пор держится, грибок, вот он полностью. Из-за этого замкнула, как электрик сказал, входной контакт на счетчик. Счетчик мы до сих пор пока еще никак не смеем. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.